Hi everyone! Здравствуйте, шестой класс! The topic of our lesson is vocabulary and listening, weather conditions. Тема нашего сегодняшнего урока это новые слова и аудирование. Сегодня вы будете учиться воспринимать англоязычную речь на слух. Итак, weather conditions, погодные условия. Сегодня мы с вами поговорим о погоде. I can talk about the weather. Я могу говорить о погоне. Итак, у вас сегодня будет три задания. Первое, четвертое и пятое. Сейчас я объясню, как вы их будете выполнять. И что мне необходимо будет скинуть. В первую очередь вы записываете в тетрадочке сегодняшнее число и тему урока. Weather conditions. Далее вы записываете page number 72, страница номер 72, exercise number 1, упражнение номер 1 и выписываете все эти слова из рамочки и через черточку пишите перевод. Мы с вами повторяем, хотя многие из этих слов мы с вами уже учили. Далее отрабатывайте произношение. Я вам скину аудиофайл. После того, как вы выпишите их в тетрадочке, переведете и отработаете произношение, запишите и отправьте мне аудиофайл, как вы читаете эти слова правильно, красиво. То есть я буду проверять, как вы отработали эти слова. Далее. Следующее. У нас с вами будет аудио. Еще одно. Два точки 15. Видите, в четвертом задании и в пятом. Что вам необходимо будет сделать? Давайте с вами разберем. Ken Ford is going to study. Ken Ford собирается изучить. Итак, что он собирается изучать? Пингвинов в Антарктике летом. Дальше. Ответ B. Polar bears at the south pole in November. Полярных медведей на Северном полюсе в ноябре. Или ответ C. Ice in the Antarctic in the summer. Лед в Антарктике летом. Вам нужно прослушать это аудио и выбрать правильный из этих ответов. Обязательно переведите эти ответы. Я вам сейчас помог. Перевел их. Переведите их еще раз, чтобы запомнить, о чем идет речь. И прослушав аудио, как минимум, ребят, два раза, а лучше больше, чтобы понять, что же все-таки Ken Ford собирается изучать. Четвертое задание. Выполните письменно. Напишите страничку, номер упражнения и напишите ответ. A, B или C. Следующее. А вот пятое задание. Вы уже будете выполнять устно. В пятом задании необходимо сказать. Верны эти утверждения или неверны. Например, как вы это будете делать? Я вам сейчас на первом примере объясню. Вы мне отправлять будете только аудиофайл, где вы будете читать эти выражения на английском языке. И также будете читать их перевод. А потом говорить, верны они или неверны. Например, Ken is going to walk to the south pole. Кен собирается идти на северный полюс. И вы говорите, это неверно. Или по-английски it's false. Или если это верно, то it's true. Можете по-русски сказать, если вам будет сложно. Но обязательно читаем все эти утверждения, переводим их и говорим, верны они или неверны. Даже если вы не услышали это из аудио, у вас не получилось, все равно читаете мне аудио, переводите и вы получите за это хороший балл. Итак, сегодня я жду от вас письменно это первое задание. Аудио к первому заданию. То есть запишите в тетрадочке слова новые с переводом и отправите мне аудио, как вы их читаете. Обязательно отработайте произношение с помощью аудио, которое я скину. Далее, четвертое задание письменно. Присылайте мне только ответ. Пишите в тетрадочке Брежнева 4 и ответ. Далее, пятое задание. Делайте полностью устно. Присылайте мне аудио файл, как вы читаете эти утверждения, переводите их на русский язык и говорите, верны они или неверны. Вот таким вот образом. Ken is going to walk to the south pole. Ken собирается идти на северный полюс. It's false. Это неверно. Все. Вот таким вот образом вы работаете. Прежде чем слушать аудио, обязательно переведите все эти выражения. Аудио слушайте как минимум 2-3 раза. Все. Good luck. Всем удачи. Жду ваших работ до 19.00. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...